В мире новостей правды 50 на 50. Также и в мире нарко-новостей то же самое. Новости кого и как задержали, их много. Основные нарко-новости. В Сингапуре мужчину приговорили к смертной казни, завоз в страну, килограмм травы. В Сингапуре один из самых суровых законов о наркотиках. Ранение и употребление каннабиса в стране может привести к тюрьме до 10 лет. Трав и избиение палкой за хранение и употребление. А незаконный оборот свыше 500 грамм это смертная казнь. Для меня это дико лишать человека жизни за траву. Он не убил, он не украл. Пока в других странах легалась и освобождают, он нас садит и убивает. Как и в Сингапуре. С переходом алибов в классе цены на наркотики в Афганистане выросли. Они говорили, что против нарко. Но это старая схема. Отрицание. Цена за героин взлетела в 3 раза. Афганистан это основной поставщик героина по миру. Но вот я не знаю, вот честно, кто еще сейчас сидит на хмуром, когда есть наркотик дешевле, но коварнее. Когда есть трава и грибы. Когда есть ешки. ЛСД. Когда можно развить себя, а не могилу. В основном мире меня радуют такие новости. Как каннабиноид справляется с детскими эпилептическими приступами лучше, чем КБР. Потребление психоделиков связывают с понижением рисков заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Правительство США выделит 10 миллионов долларов на изучение промышленной конопли. Психоделики могут помочь в борьбе последствиями психологических травм в детстве. С этим я 100% согласен. Насчет травы медицинской и психоделиков это неотъемлемая правда. В Израиле медицинскую марихуану будут продавать на автозаправках. Но не все так прекрасно, как кажется. Всегда есть побочка и последствия. Каннабис во время беременности может вызывать враждебные дефекты плода. Даже в небольших дозах лекарственного каннабиса уменьшает тревожность депрессивные симптомы. Только вам решать, какая для вас новость, момент, в радость, легалайс, дорожка мефа, заряженный баян, или поход в кино, в спортзал, в бассейн, биться в ресторане, в фильм, музыка, или от кайфа к хайфу, или жить и быть любимым, трезвым, смелым. Всего хорошего. Не торчи, бро.